...что это не так. Просто так, мне кажется, честнее и порядочнее с моей стороны. Ну, слеземцы с шеей несчастных журналистов, они действительно оказались, мягко говоря, пардон в дурацком положении, давайте возьмемся за вашего брата парламентария. Ведь в вашем, так сказать, обширном цеху тоже в этом отношении происходят забавные вещи. Наш бывший президент страны в своей листовочке предвыборной, когда дошел до определенного этапа своей биографии, указал с такого-то по такой-то год, работал в ЦК КПСС, в ЦК КПУ. Можно подумать, что он там при дверях работал швейцаром, он даже забыл указать, что он работал секретарем. Ну, это, так сказать, классический пример, если помягче. Ты, приезжая в Киев, окунаешься сразу вот в море таких людей. Ну, к сожалению, я не приезжаю в Киев, я там живу, работаю, я приезжаю в Одессу, хотя делаю это регулярно и обязательно на выходные, понедельник прихватываю здесь, для того, чтобы поработать в округе. Тем не менее, вот этот цех, он как тоже добросовестно, идейно и нравственно заблуждался в свое время, и сейчас у него открылись глаза. Или тот же момент, те же приспособленинцы? Ну, вообще, у людей, как правило, доминирующим чувством является самосохранение, и поэтому приспособленинцы, как вы говорите, циники, там представлены достаточно широко, потому что если сегодня посмотреть, кто запрещал деятельность КПУ, то в подавляющей массе это были люди, которые были носителями партбилетов. Но, я еще раз говорю, 91-й год, все расставил на свои места. Естественным путем в партии значительно меньше, значительно менее многочисленной, чем она была раньше, остались те, кто служит идеей, а те, кто служил структуре и карьере, те оказались за ее бортом. Что касается Леонида Макаровича, но надо дать ему должное, он по абсолютной величине, конечно, личность незаурядная, вектор меня не устраивает и не устраивает его, в общем-то, такая беспринципная, даже во время последнего выступления, которому аплодировали многие коммунисты, ведь он тоже подтолкнул на беспринципный ход. Ну, давайте, мол, все-таки с президентом, так сказать, чувство самосохранения, все-таки пойдем на конституционное соглашение, если он его предложит. А до этого он говорил о законности, но ведь ни в одном законодательном акте Украины такого понятия, как конституционное соглашение, нет. Конституционное соглашение нашего общества – это действующая конституция Украины. Ты знаешь, а вот если говорить о твоих, ну, скорее, симпатиях, нежели о твоем интеллектуальном, вполне сознательном анализе, ты ведь, наверное, согласишься с тем, что есть два вида суда основных. На самом деле их больше, но можно так их разбить на две группы. Суд по совести и суд по закону – это не одно и то же. Так вот, как бы ты предпочел сам для себя? Я сейчас не говорю, так сказать, если это будет связано с вынесением приговора, а сам для себя, для своих собственных ориентаций. Как бы ты предпочел судить вот такую публику? Ты-то сам не приспособился, ты-то сам свой портбилетик, так сказать, за доллары не продал, насколько я знаю. Как ты стараешься судить этих людей для себя? По совести или по закону? Вы знаете, я бы на себя не взял бы ответственность кого-то судить. И не потому что… Черт, вы для себя. Лично для себя. Библейское – не суди других и не судим будешь. Все равно будешь судим, не бойся. Да, я ответственности не боюсь, и, так сказать, это уже доказано давно. Но, конечно, в нравственном плане они для меня не существуют. Добавил субтитры сделал DimaTorzok